и я прошу тебя в энергоинформационном поле земли найти тонкую эфирную энергетическую копию 1998 года воплощенного на земле 1 2 3 снимается семанские голограммы 1 2 3 фантом пристает перед тобой в первозданном виде 1 2 3 если в его биороботе находится еще копия она выходит 1 2 3 тонкая копия имеешь ввиду вторая копия фальшивая если есть она выходит сейчас нет у него одна копия хорошо и бери артема и вместе с артемом поднимайся в комнату диагностики будь в ней 1 2 3 у него красный кто-то мы здесь хорошо с ним так хорошо мы приветствуем артем интересуемся готовлю артем диагностики доверить ли он нам свой он нам свое биополе на период сеанса отлично хорошо считай его физические параметры проценты энергии чистота вибрации 72 10 10 10 интересно что там за демоняка следит ладно хорошо так разбив пожалуйста его тонкая его тонкое тело на 7 копий 1 2 3 по чакрам и проведи визуальный осмотр начинаем с первой чакры красная а вот эти две чакры красная раньше они полыхают костер переходим к 3 чакре сразу это живот цвет хорош это чакра неполная хорошо зеленая чакра это четвертая чакра сердце грудь даже цвет неплохой на ногах пробитой руках что-то какие-то хорошо пятая чакра светло-голубой цвет горло как точки какие-то черт у него что-ли на зеленая меда я понял голубая голубая тоже у него хорошие хороший цвет но пустая голова и ноги середина хорошая как поел кто-то нет энергии нет мы знаем кто поел переходим к 6 чакре это третий глаз темно-синий цвет пустая такая синяя энергия тоже пробитая частями есть хорошо и последняя чакра фиолетовый цвет темечка седьмая фиолетовая него такой бледный цвет но чакра полная хорошо собери все тонкие тела вместе насчет 3 1 2 3 и переходим тогда сразу к процедуре обнаружения интерферентов и я даю команду артем заходит сейчас в наш сканер насчет 3 сканера начинает сканировать на всех частотах сверху донизу выявляя любых интерферентов любые подключки импланты конвекторы и прочее приспособление артефакты иноземных и темных цивилизаций выстраивается автоматический канал ведущий в клетку тюрьму ответственность за этот канал силой моего намерения притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложник один два три сканер начинает работать я ничего не могу видеть у него он забит вот эти первые два тела они полыхают хорошо и ответственность за интерферент сидящий в ногах силой моего намерения притягивается в клетку тюрьму 1 2 3 хорошо артем ты полноправный хозяин своих энергии любой кто с тобой интерферирует автоматически попадает под твой власть и становится моим твоим заложником по моим командам эту клетку будет притягиваться все кто интерферирует с тобой время для них остановилось не могут воздействовать на тебя я посчитаю от 1 до 3 и все ответственность за все невидимые спрятанные подключки чипы датчики импланты все невидимые спрятанные подселенцы интерференты силой моего намерения притягивается и проявляется в клетке тюрьме 1 2 3 но это это дракон у нас красно-оранжевый ушел и сразу видно стало черт ногах считаю черта цифры над головой 1 2 3 5 черт арептилоиды грей сколько грейф двое так грей я вам даю сейчас один шанс если третий не проявится я вас просто сожгу 1 2 3 он неорганические него просто прячет и этот неорганический открывается портал в галактическое дро 1 2 3 он улетает галактическое дро на переработку робот 1 2 3 закрывая печатая растворяя от этого не боялись вот и два игры и осталось как и было хорошо считает цифры над головой рептилоиды 1 2 3 топ 5 хорошо давай кто у нас ближе всех это все каналы ли еще кто то есть это все канал хорошо кто-то или канал кому подходим кто ближе всех сейчас черт 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 рептик и дракон обращаясь черту здоровый чертяка слушать тебя когда зашел в это тело как долго сидишь за что было ответственно не долго три месяца опиши ситуацию это зашел где зашел ты не через портал зашел через портал в квартире спальне да я это я почувствовал до кровать спальне понял хорошо сколько портала в квартире находится черт подожди я просто не поняла он не показывает он не инкуба показывает но вот еще где он показывает он мне что он зашел через портал куба тогда он же мужчина и сукку было уже у него был суккуб уже да когда пришел черт а где он сейчас находится на него черт показывает черт на тонкую копию показывает там сидит суккуб прячется там да а подожди мы скэнер включали вообще или нет нет еще отлично хорошо мы встретили каналы и черт я тебе обещаю сегодня если мы найдем лярвы я тебе и отдам если арвы на теле артема показать хорошо я тебе их потом отдам это все будет твое я не буду тебя это забирать и не буду тебя наказать за зато за твою кооперацию благодарю хорошо и сейчас включаем скэнер на счет 3 скэнер начинает сканировать выявляет всех интерферентов все подключки все импланты они автоматически притягиваются в клетку тюрьму и выстраивается от них канал ведущий к тонкому телу насчет 3 1 2 3 скэнер начинает сканировать полностью тонкое тело артема устройство какие-то теле ответственные за эти устройства рептилоид понятно хорошо это будем потом убирать черт говорит как я хорошо зашел почему лярв достались ну конечно те кто кооперирует с нами они обманывают нас как этот суккуб который там дергается так веру он проявился или нет это суккуб а его в клетку кинула как сказать хорошо подходим к нему бью его три удара на чистоте суккуба за обман 1 2 3 считай цифры над головой 1 2 3 цифра 2 идет 8 10 8 10 герц это такое клоу надо объявляю всем программу на сегодня вы обнаружены вы сегодня будете отдавать всю энергию которую вы забрали вы заберете всю не под негативную энергию которую вы дали после этого мы проведем проверку я дам команду вытащить все из биополя то кто меня обманет будет на месте наказан и не вытащит все я обнаружу это скэнером я обращаюсь грэм грэй вы видели что я делаю если вы попробуете меня обмануть я сожгу реально и тарелку вашу и вообще все это касается всех касается и дракона касается черта касается рептилоида грэя и суккуба хорошо вера мне еще вопрос дракону когда он зашел 1 2 3 считай информацию если он будет агрессивно себя вести дай мне знать нам не загорается печать дракона 1 2 3 2 года но он не говорит два года он говорит в течение последних двух лет хорошо какая была ситуация почему ты подключился что это массовое какое-то массовое что-то мероприятие концерты митинг футбол концерт что-то поле я вижу да много людей и он там его увидел да и туда он подселился в массовых местах где люди собираются правильно понял там до было массовое за что ты был ответственный дракон какую энергию ты брал у него задавайте два года раздражал раздражал энергию спокойствие то есть он не давал ему быть спокойным раздражал эту энергию потом он себе брал да да побуждал мы какие-то действия резкие хорошо понял переходим к суккубу суккуб когда зашла в это тело и почему зашла зашла с того же портала что и черт заходит выходит понятно хорошо значит портал находится в квартире больше там разбираться нечего то есть никто не послал никого все сами зашли и рептилоид когда ты зашел в эту биополе кто тебе открыл дракон вот этот суккуб значит сам портал он рядом скрывать и прямо где спит ужас артем артем и вот этот суккуб он там походит туда-сюда и и только к нему подселяется с кем-то он живет видимо еще то есть она не постоянно в его теле суккуб не постоянно выходит уходит да то есть он пользуется этим порталом и грубо говоря у него несколько там человек которым он подселяется когда хочет как гарема в общем понятно ладно хорошо все объявляю программу сейчас начинается у нас чистка реверс энергии и я даю команду тонкой копии артема спроецировать энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродную негативную патогенную низко вибрационную энергию в его биополе один-два-три начали выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низко вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к артему энергии страха неуверенности отдаем энергии всех болезней все что мог получить от них возвращается к ним усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона все уходит по каналам назад вот другому какие-то энергии давал не узнаешь как драконе какой-то днк идет такой грязно-красно-оранжево-черное такое она как спираль возвращается за тракон усиливается потоки все назад до последнего микрона готов хорошо все отдали все забрали вины хорошо и устанавливается фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса артем забирая чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая 123 все что у него похитили все что у него изъяли до последней капли возвращает артем себе обратно он хозяин своих энергий возвращает все себе обратно вот этот суккуп он физические силы у него отнимал слабость порталы в квартире это страшная вещь красная энергия идет от него и от черта какой смысл тогда чистить биополе если ты приходишь чистый домой а тебя там уже ждет вот этот тварь поэтому наши повышается все же не могут зайти ну да конечно но большин в 90 процентах случаев в квартирах есть портала идет реверс старых домах это усиливается потоки до последнего микрона все назад уходит все свое светлое забираем по праву вот черт еще говорит что иногда из-за грязи дома ветки еды понятно воздух не свежий и свежий это рижда это всех притягивает получается что в помещении самом помещении падают вибрации и образуется портал как дырка образуется стирается грань из-за того что в самом помещении падают вибрации из-за грязи хорошо и сейчас я даю команду всем вытащить все все что вы оставили в биополе артема после этого буду проводить проверку одним миллионом герц если кто-то обманет меня и что-то останется моментально он по каналу получит мощнейший удар в один миллион герц и сгорит в этой клетке может даже и два миллиона все приступайте когда все вытащите доложите о готовности нас черт и комплименты тут делает классный чувак говорит такой разговорчивый я классный чувак хорошо черт можешь сразу ляру забирать я тебя разрешаю только забирай все полностью его на ступнях ляр были уже нет вот сокуп хоть и не жил в нем но установил он дофига у него на руках но это его фишка конечно он может действительно людям подключиться и ходить каждому через портал и подсасываться там энергия здесь энергия здесь опасность именно в этом портале самом если он открыт ты же понимаешь вопрос времени пока не зайдут чистое тело ну вот честно сказать черт не показывает если хочешь можем попробовать его скидок кого конкретный портал мне показывает откуда он заходит квартире да хорошо мы можем его притянуть сюда к нам притянуть нет но вот как картинка мне показывает давай попробуем хорошо давай и под этим порталом открывается портал в галактическое ядро насчет 3 1 2 3 есть вот этот портал уходит туда целиком до последнего микрона все полностью аннулируется 1 2 3 уходит на переработку в чистую первичную энергию закрывая печатаю растре я чертова не знаю насколько это сработает мы так не делаем не знаем и так еще никогда не делали проверим может что-то изменится говорит а куда вы меня отправить мы тебя отправим на куда ты хочешь на твою чистоту конечно откуда ты пришел домой понял без разговора не беспокойся у нас снимает целую конструкцию grey grey да какая-то палка в голову идет по позвоночнику понятно даже не хочу спрашивать сердце что-то достают прибор вообще хорошо главное чтобы они не забыли ничего иначе за роботом след улетят все сняли все сняли хорошо так я даю команду и насчет 3 сканер начинает сканировать артема 1 2 3 артем подсвечит изнутри если что-то еще осталось в тонком теле артема то выстраивается канал и ответственный над ним начинает мигать ярко красный цвет 1 2 3 сканер начинает работать и сканировать чисто хорошо благодарю макушку головы артема начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков до 12 герц 1 2 3 пошел подъем готов хорошо и синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наилучшим образом есть хорошо и блокирует все каналы предлагаю тонкой копии артема поменять полярность всех подключек чипов и датчиков имплантов и конвекторов и нанести импульс высоко вибрационного шока удара по этим чипом датчиком вывести их из строя и воссоздать импульс удара ко всем ответственным подселенцам оценив все каналы на счет 3 1 2 3 удар сжигается все каналы не может не может хорошо я подхожу к нему присаживать я понимаю хорошо я подхожу к нему кладу руку на плечо и моей энергией концентрирую мою энергию готовлюсь мощным ударом шока импульса через артема передать эту энергию для сжигания всех каналов 500 тысяч герц 1 2 3 удар сжигая все каналы почему то грей остался канал и его надо откручивать хорошо и давай работаешь защите 1 2 3 появляется защита бери свой инструмент и открути этот канал 1 2 3 грей что это за канал который надо откручивать и почему его надо откручивать почему не вышел сам не сжигаемый уже так сделали да ну хорошо не сжигаем смотри тогда мы его откручим стал откручиваемым это все каналы которые отстегнулись открывается портал в галактическое дро 1 2 3 они улетают в галактическое дро на переработку в первичную энергию 1 2 3 закрывая печатаю растворяем готова хорошо так все прошли проверку все забрали хорошо я обращаюсь ко всем присутствующим вы больше никогда больше в это тело не заходите через портал не через портал мне все равно я вас через неделю через два-три дня если человек мне напишет что он себя плохо чувствует или сообщит через 10 минут я буду уже на месте вытащу вас после этого я не буду таким добрым и буду вас серьезно наказывать поэтому я рекомендую найти себе новое обиталище где вы сможете жить все поняли хорошо черт первым уходит потому что он помог благодарю черт и всех благ тебе давай чем там занимаясь открывая готов уходить так говорит ты классный чувак ты тоже ничего молодец все давай открывается внизу портал на чистоте черта 1 2 3 черт уходит без болезни на свою чистоту забывая дорогу назад 1 2 3 закрывая печатаю растворяясь там огненную пентаграмму готов дракон готов уходить больше в это тело не приходи и открывается наверху портал на чистоте красного дракона 1 2 3 дракон уходит на свою чистоту и забывая дорогу назад хорошо рептилоид готов уходить готов да хорошо открывается наверху портал на чистоте рептилоида 1 2 3 рептилоид уходит без болезни на свою чистоту и забывая дорогу назад готова хорошо грей можете забрать все что вы оставили в этом теле вас больше не увижу если я вас увижу, сожгу все. Вы это поняли, да? Открывает. Готовы уходить? Да. Открывается наверху портал на частоте Грея против часовой стрелки. 1, 2, 3. Грея уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, Сукуб. Я тебя предупреждаю. Если я тебя еще в этом теле еще раз увижу, я тебя накажу. Ты это поняла? Или тебе надо бить копьем, чтобы ты ответила? А, поняла. Она тебе язык показывает. Глижет клетку. Ой. Так, открывается под ней портал на ее частоте. 1, 2, 3. И выкидывая ее туда, вылетает со всем своим барахлом, что принесла все до последнего микрона от нее. Ее энергетика улетает в месяц лет за ней. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя из того огненной пентаграммы сверху. Так, готово. Все, мы всех проверили. Поехали дальше. Я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры 1998 года, воплощенную на земле, которые заключены осознанно и неосознанно, все кармические договоры. Контракты рода, контракты на воплощение миссии, всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылили кинь договора? Да. Хорошо, спрашиваем тонкую копию. Пусть проверит и выберет, какие договора, контракты ему нужны, какие он хочет аннулировать. Он жил в Турции, и он был воин. Это не Турция, даже как Персия, что ли. И там заключил контракт? Договор, да. Понятно. На что? Какую именно? Ну, он как посвятился воинам. Понял. Хорошо. Пусть тонкая копия Артема сейчас проверит. Все договора, все контракты. Внимательно. Если ему это не нужны, эти контракты, мы рекомендуем ему освободиться от него. Он смеется, и он говорит, нет, не нужны. Ну да, хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я, я, а я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я аннулирую, я отменяю, я расторгаю все эти соглашения, а также все копии контрагентов. Пусть говорит, я посылаю все эти соглашения, все варианты, ранее перечисленные в галактическое ядро для трансформации в первичную энергию. Я возвращаю всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Прочитал? Да. Хорошо, и открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и все эти контракты улетают в галактическое ядро на переработку в чистую энергию. Аннулированы. Закрывай, опечатывай, растворяй. Анна, смотри, да, я сделала. От них идет энергии красные, физические какие-то. То есть информация идет, что он не только там был, он старомонгольская ига какой-то. В общем, он был воином в своих прошлых жизнях, потому что он заключил где-то когда-то вот эти контракты, как посвятился в эти войны. Понятно, хорошо. Сейчас он может от этого полностью отойти. Да, все готово, закрыл. Все, мы закончили его чистку. И у нас еще есть вопросы, которые Артем хотел задать своему куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти в нашу комнату куратора или учителя 1998 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Мы просим прийти учителя или куратора к нам в комнату. Сирена. Мы приветствуем Сирену. Снимаются все маски и голограммы. Один, два, три. Фантом, предстоит перед тобой в первозданном виде. Она говорит, лучше вам не видеть мой первозданный вид. Примите меня в теле, которому вы привыкли видеть. Хорошо. Сирена. Сирена. Это вы божество? Я энергия. Вы энергия. Понятно. Хорошо. Сирена, вы являетесь учителем или куратором Артема? Куратор. Куратор. Нам очень приятно с вами познакомиться. Мы сегодня проводили чистку Артема. Убрали из него дракона, черта, рептилоида, двух греев, суккуб там был. Еще у него портал в квартире есть. Надо там дорабатывать. И Артем оставил нам 10 вопросов к своему куратору. Не могли бы вы быть так любезны и ответить нам на эти вопросы? Я трепещу от того, что Артем смог найти путь поговорить, пообщаться со мной, безмерно благодарно ответить на его вопросы. Итак, переходим к первому вопросу. Если вы не знаете, как-то ответить на вопрос или не хотите отвечать, просто так и говорите, как есть. Первый вопрос. Кем я был в моих последних жизнях? Она говорит, я выложу всю душу в свои ответы. Благодарю вас, Сирена. Ты был воином. Во всех жизнях? Во многих своих жизнях. Несмотря на то, что ты земная душа, земная душа может получать опыт на других планетах, как и космические души получают опыт на Земле. И даже на других планетах ты был воин. Благодарю вас. Моя миссия на Земле и ее предназначение. Я полагаю, это идет речь о этой жизни, в которой она сейчас находится. Миссия любой души. Нести свет и добро. Но в твоем случае. Любить Землю. Обращаю внимание на Матушку Землю. Благодарю вас, Сирена. Третий вопрос. Встреча с девушкой была у меня по программе или это чисто случайность? Все случайно и не случайно. Абсолютно верно. Это опыт. Все опыт в жизни, безусловно. Опыт души. Благодарю. И определенная ситуация. Сказать, я сейчас подожди. Здесь, знаешь, просто чувством каким-то идет, что ситуация, из которой ты мог по-разному выйти. Безусловно, будущее многовариантно. В зависимости от того, как ты вышел из этой ситуации, такой опыт твоя душа и получила. Может быть, тебе самому было даже неприятно от этого опыта. Но ты знаешь, что в следующий раз, то есть это все равно опыт. В следующий раз ты сделаешь по-другому, намного лучше. Благодарю вас за ответ. И вот следующий вопрос. Какая профессия была бы благоприятна для меня? Ты хорошо ладишь с людьми. И опять она говорит про опыт. Обещаясь с людьми, ты получаешь свой опыт. Ты прорабатываешь то, что тебе нужно проработать. Получается, что когда он был воином, он убивал людей. И сейчас, может, у него не всегда получается находить общий язык с людьми, но это то, что он должен сделать. Он должен общаться больше с людьми, чтобы проработать как раз в себе этот опыт. Да, воины много не говорят. Они в основном воюют, поэтому тут все понятно. Благодарю вас, уважаемая Сирена. Так, для работы мы прошли. Мои творческие способности, он хотел спросить. Есть ли у него таковые? У всех есть. Он, скорее всего, другое хотел спросить. Он, наверное, хотел спросить, в каких творческих способностях ему стоит дальше развиваться или уделить им внимание? Я не могу это сказать. Но я могу сказать, что тебе нужно обращать больше внимания на вещи вокруг тебя. Самые простые детали. Я уже сказала, планета Земля. Обрати внимание, какая она красивая. И если ты начнешь замечать это, твои творческие способности будут развиваться. Она имеет в виду фотографии, что ли. То есть если ты начнешь видеть маленькие моменты, красивые, маленькие вещи, которые очень важны, которые рядом с тобой. Благодарю вас. Я понимаю, о чем вы говорите. Мой учитель является Архангел Ханиил. И в молитве его стоит такие слова. Такие слова научи меня обращать внимание на мелкие детали, которые окружают меня. На пение птиц, на радость встречи. Совершенно верно. Именно это я имею в виду. Я перешлю эту молитву Артему. Я думаю, она как раз ему поможет. Это то, что не хватает его душе. Благодарю вас. Наполни свою душу этими мелочами. И творчество поможет тебе развиться дальше. Это то, что не хватает воинам. Идти вперед, несмотря по сторонам. Очень хороший совет. Благодарю. Вопрос. Земная душа или инопланетная? Вы уже ответили. Он является земной душой. Он имел в виду космическое. Земная душа. Хорошо. Следующий вопрос. Кармические узлы. Сколько узлов у него и сколько он прошел? Вернее, сколько осталось, скажем так. Сколько было, сколько осталось? Один прошел. Впереди четыре. Впереди четыре. Он еще молодой. Молодец. Справится. Хорошо. Поехали дальше. Миссия на земле, мое предназначение. Мы, по-моему, об этом уже говорили, да? Дарить любовь и учиться. Вы, в принципе, уже сказали. Я не знаю, если вы хотите добавить что-то. Предназначение любой души развития. Нести добро. Добро. В месте, где ты находишься. Там могут быть дети, люди, животные, сама планета. Это первое, что делает душа. Что должна делать душа. Благодарю. Как мне обращаться к моему духовному учителю? Наверное, имею в виду куратору или учителю своему. Есть у него учитель? Да, есть. Ты можешь начать с меня. Артем, вы можете в медитации выйти и связаться с сиреной. Она будет очень рада ответить вам на ваши вопросы. Для этого, как это сделать, вы наверняка найдете руководство в интернете или на ютюбе. Все придет, когда ты будешь готов. Готов. Благодарю. Тут следующий вопрос такого плана. Я даже не знаю, сможете ли вы ответить или нет. Потому что он спрашивает, в принципе, Архангела Михаила. Слышит ли меня Архангел Михаил, когда я обращаюсь к нему? Я не могу, к сожалению, Архангела Михаила из-за этого одного вопроса вызывать. Он не является его учеником. Она это объясняет так, что все твои молитвы сперва слышат твои кураторы и учителя. Потом Ангелы. А потом уже Архангел Михаил. Нам Архангелы объясняли, как доходят до них молитвы. Они объясняли об этой губке, через которую молитвы проходят сначала. И каждый, кто чувствует, что он может решить этот вопрос, он, в принципе, может перенять это дело, эту просьбу. Если же просьба такая, что это, в принципе, вопрос, который только шеф может решить, или до такой степени обращение чистое и важное, что сам Архангел должен на него ответить, то эти молитвы тоже доходят. Нам так объяснили. Мы были в Арго, в городе Архангел. Спасибо тебе, добрый Ангел. Именно так и происходит. Ты все прекрасно объяснил. Благодарю вас, Сирена. И у нас осталось два вопроса. Как мне лучше связаться с моим Высшим Я? Я думаю, скорее всего, лучше ему связаться со своим Куратором, а дальше уже пробовать с Высшим Я разговаривать. Как вы скажете? Это будет зависеть от его развития, если он готов связаться с Высшим Я. Вы понимаете, Сирена, здесь существует такая опасность. Не все имеют те знания и не все могут распознать те голограммы, которые предстают людям в виде Высшего Я. У нас были случаи, когда в виде Высшего Я к людям приходили рептилоиды, когда святые приходили при проверке, у них отваливались головы и вылазила голова рептилоиды. Мы очень многие вещи видели неопытных людей, которые выходят в астрал, не имея той техники защиты, не имея тех знаний. И открывая, так сказать, себя как ворота, заходи любой, выставляя на мне свои чипы, датчики, импланты. Поэтому здесь тоже существует такая, в общем-то, опасность. И было бы правильно, безусловно, человеку порекомендовать, чтобы он сначала научился правильно, как выходить. Именно это я и хотела сказать, но не могла найти слова. Когда ты будешь готов, наверное, ты сможешь связаться со своим Высшим Я. Но я не могу сказать как, потому что без контроля ты можешь попасть в другое место. Абсолютно верно. Сирена, мы закончили. Я сердечно вас благодарю. Сейчас есть момент, когда вы можете личные пожелания передать своему подопечному, Артему. Он обязательно их услышит. Ему будет очень приятно. Она почему-то говорит, люби природу. Вращай на нее внимание. Ну почему-то. Все понятно. Она дополнит твою душу. Конечно. В природе столько деталей, они так освободят голову. Если человек просто раскроется, это ему только пойдет на пользу. Безусловно. Он говорит, что она сделает твою душу полной природой. То есть кусочки, которых не хватает. Он их найдет в природе. В виде спокойствия и созидания, да, он найдет именно в том, что вокруг него. Созерцание природы ему очень на пользу пойдет. Он должен находить те места, которые его радуют. Как сказать, не должен проходить мимо, а должен обращать внимание на какие-то детали, которые его не должны цеплять. То есть он должен видеть вокруг себя мир. Понятно. Очень доступно объяснили. Благодарим вас, Сирена. Я благодарю вас. Уважаемая Сирена, у нас есть такая добрая традиция. Мы каждого куратора, каждого учителя, который к нам приходит, мы обязательно делаем подарки. У вас есть возможность пожелать себе все, что угодно, что есть на земле, что мы можем знать. И мы это материализуем для вас. Вы можете взять это с собой на добрую, долгую память. Мне не нужно ничего, кроме вашей благодарности. И посылаем вам на этом месте нашу энергию благодарности, нашу энергию любви. Примите ее, пожалуйста, в свете нашего общего Творца. И я вам дарю свои энергии. Это прекрасный обмен. Благодарю вас. Благодарю им и мы вас, Сирена. Всего вам доброго желаем. И до скорых встреч. Надеюсь. Любви. Любви вам. Благодарим вас, Сирена. Дайте искренние пожелания. Очень приятно. Она сказала, у тебя все будет хорошо и ушла. Хорошо. Вера, мы закончили работать. Для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Артема. В систему Биоробот Душа заводим. Подключаем его к каждому внутреннему органу, каждой клеточке и извилинке головного мозга. Идет стопроцентная синхронизация вибраций энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики и будь в ней. Да, я здесь.